МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Марина Комиссарова. Смотрите в выпуске. Новые тарифы на электроэнергию, электронные больничные и возможность для медиков отследить свои дополнительные выплаты онлайн. Какие еще изменения ожидают рязанцев с 1 декабря? В крупном пожаре в Рязани сегодня ночью погибла женщина. В минувшие сутки этот пожар был не единственным в городе. Номинантами Всероссийской театральной премии «Золотая маска» стали сразу два рязанских театра. Такое впервые в истории нашего города. С 1 декабря все медработники, не получающие на отбавки за работу с больными коронавирусом, могут оставить жалобу в электронном виде. Сделать это можно в личном кабинете на сайте госуслуг. Там же всем зарегистрированным теперь будут приходить уведомления о льготах. Льготникам, кстати, упростили покупку проездных билетов на электричке и поезда. Что еще изменится в нашей жизни в декабре? Максим Васильев. Опционально жаловаться онлайн на недоплаты медикам, работающим в красных зонах, еще не все, что предлагают власти с 1 декабря. В каждом конкретном случае теперь обещают проводить расследование. Напомним, сейчас все медработники должны получать выплаты за каждую ненормативную смену. Их размер в специальном постановлении правительства. Еще одно изменение в системе здравоохранения – новый порядок оформления больничных. Теперь будет единый электронный лист нетрудоспособности. Причем открылась возможность оформлять его сразу на нескольких детей. Родители малышей до 7 лет в случае закрытия на карантин детского сада теперь смогут получить больничный по уходу за ними. Важное уточнение – врач или фельдшер теперь не смогут выписывать или продлевать больничный лист единолично. Это должна будет делать врачебная комиссия. С 1 декабря изменились тарифы на электроэнергию. Специальным приказом Федеральной антимонопольной службы регулировка, впрочем, ждет не какие-то конкретные суммы, а максимальные уровни их роста. Тарифы вырастут примерно на 5% в зависимости от кухонной плиты, газовая или электрическая, и от расхода энергии в течение суток. А это уже новость для автолюбителей. С 3 декабря в России начинают действовать новые требования к водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства и форме ПТС. Теперь в верхней части лицевой стороны удостоверения появятся надписи на трех языках – русском, английском и французском. А в свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь будут указывать данные о мощности его двигателя. Уже выданные ранее документы также действительны. Срок их обращения истекает не позднее 2025 года. Специальная маркировка теперь будет необходима для вывоза за рубеж даже временного музыкальных инструментов. Кроме того, на каждый из них необходимо оформить паспорт Минкультуры сроком на 10 лет. Максим Васильев, телекомпания «Город». Это не все нововведения, которые ожидают россиян с начала декабря. С 1 декабря жители страны будут получать уведомления о положенных им выплатах и пособиях в личном кабинете на портале госуслуг. Там же люди могут выбрать удобный способ доставки пенсий и социальных выплат. Многие пенсионеры сегодня находятся на самоизоляции. И им не всегда бывает удобно посетить почтовое отделение для получения средств. На данный момент можно выбрать тот способ доставки пенсий или социальных выплат, который подходит тому или иному человеку. Пенсионеры могут получать пенсию по своему личному желанию или через предприятие почтовой связи, или через систему коммерческих банков. Когда пенсионер пенсии только назначается, значит он в момент оформления пенсии подает заявление о способе доставки, как мы говорим. Если в качестве доставляющей организации выбирается банк, то пенсионер открывает там счет и предоставляет его реквизиты в ПФР, написав соответствующее заявление. Сегодня его немного удобнее подать в формате электронного документа через личный кабинет на сайте пенсионного фонда. Это исключает затраты времени на личный визит и предварительную запись на прием. С 1 января 2021 года пенсии будут выплачиваться через систему коммерческих банков только на карту МИР. Поэтому те пенсионеры, которые сегодня в банках имеют другие карты, в отличие от МИР, то необходимо до 31 декабря уже поменять реквизиты и сообщить об этом в органы пенсионного фонда. А еще в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки за людей старшего возраста получить назначенную пенсию может выбранное ими доверенное лицо. Документы для выплаты по договоренности ежегодно подтверждаются в пенсионном фонде. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сразу несколько крупных пожаров произошло в нашем городе минувшей ночью. Один из них, к несчастью, с человеческими жертвами. Вот с такого видео, быстро разлетевшегося в рязанских соцсетях, стартовал этот огненный вечер. С небольшой задержкой в самых разных концах города загорелись сразу три дома. Эстафету пожара в районе Нити подхватило нежилое помещение в Северном переулке. Именно туда направили шесть боевых расчетов. А потом пришла очередь улицы Советской. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Советской города Рязани поступило 30 ноября в 0 часов 33 минуты. К месту были направлены подразделения пожарной охраны города Рязани. В час 25 минут пожар удалось локализовать. В час 54 ликвидировать. В тушении пожара участвовали 13 человек, лично в составу государственной противопожарной службы. Привлекалось три пожарных автомобиля. Несмотря на оперативность пожарных, трагедии избежать не удалось. На месте очага обнаружили погибшую женщину 1931 года рождения. Причину возгорания эксперты, конечно, установят, но чаще всего она бытовая. Поэтому сотрудники управления МЧС Паризанской области выступили со специальным обращением. Главный управитель МЧС России Паризанской области обращается ко всем жителям региона с просьбой строго соблюдать правила использования электронировательных приборов. При использовании печей провести их подготовку. Это основной этап подготовки. Это чистка дымохода, использование притопочного листа, а также не оставлять печи без присмотра. Особое внимание пожарные просят уделить электропроводке и просят не перегружать ее приборами повышенной мощности. Иначе любая неисправность станет первым шагом к вот такой погненной эстафете, от которой к трагедии рукой подать. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 1 декабря в мире отмечают день борьбы со СПИДом. Впервые он был провозглашен в ВОЗ в 1988 году. День учрежден с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции. А также как день памяти жертв этого заболевания. По данным Роспотребнадзора, сейчас в нашей стране число новых случаев ВИЧ снижается. Так за первые 10 месяцев этого года заразились на четверть меньше россиян, чем за тот же период 2019 года. СПИДом ВИЧ-инфекции продолжается, несмотря на принимаемые усилия. Поэтому количество инфицированных, естественно, ежегодно увеличивается. Общее количество инфицированных в нашей области в настоящее время достигло более 5 тысяч человек. Показатель на 100 тысяч населения составляет в пределах 480 на 100 тысяч. Если сравнить с общероссийским показателем, который где-то около 1000 инфицированных на 100 тысяч населения, то у нас показатель средний такой статистический. Медики напоминают, что можно абсолютно спокойно общаться с ВИЧ-инфицированным человеком. Он не представляет никакой опасности для окружающих. Рассказы о заражениях при поцелуях или бытовым путем скорее из разряда мифов для взрослых. Начиная с 2003 года у нас в Грязанской области ведущий путь распространяющей инфекции – это половой. И достаточно сказать, что в этом году из тех 211 выявных носителей ВИЧ 75% заразились половым путем. Пройти тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Рязанском областном кожно-венерологическом диспансере. Здесь также ответят на все вопросы, которые касаются ВИЧ. Олеся Котровская, телекомпания «Город». В Рязани стартовала акция «Письмо Деду Морозу». Так как на новогодних елках из-за ограничений волшебников вряд ли получится встретить, то можно ему написать. Организаторы акции обещают, что письмо обязательно дойдет до адресата. Валерий Седов попробовал сам написать Деду Морозу. В этом году рязанский Дед Мороз может и не появиться. Виной тому карантинное ограничение. Однако письма детей не останутся без внимания. Если раньше свое послание новогоднему волшебнику можно было передать лично, теперь это делается бесконтактно. В лесопарке появилась почтовая будка для писем Деду Морозу. И каждый, кто напишет нашему волшебнику добрые слова, свои пожелания, обязательно получит ответ. Если же ребенок, либо взрослый, захочет поделиться своими успехами, рассказать какие-то радостные события, то обязательно он получит не только наставление, но и грамоту о том, что он хорошо себя вел, хорошо учился, радовал родителей. И, соответственно, самое доброе пожелание и наставление Деда Мороза и его помощников. Вынка писем из ящика станет особенным ритуалом. Его будет осуществлять рейзанский почтальон каждые две недели. Все собранные послания он передаст лично Деду Морозу. Также зимнему волшебнику можно написать и онлайн. Из-за карантинных ограничений он почти полностью освоил современные технологии. Дед Мороз будет общаться у нас со своей новогодней резиденцией с домиков в формате Zoom. Соответственно, будет вестись заранее запись. Каждый ребенок с родителями может записаться в удобное для них время. И в это время созвониться с нашим волшебником, который уже будет знать, с кем он выходит в эфир и, соответственно, пообщаться. Увидеть Деда Мороза можно будет только онлайн. В группе лесопарка в социальных сетях со временем появятся видеоролики, где волшебник обходит свои владения и общается с детьми. Отвечать на онлайн-почту Дед Мороз или его помощники будут регулярно. Волшебнику уже написали около 60 человек. Изменилось и содержание писем. Если раньше дети просили материальные подарки, то теперь часто фигурирует слово «здоровье». Просит его для себя или своих родных в это непростое время. Вы также можете воспользоваться любым способом и сообщить Дедушке о своих желаниях. В конце концов, кто об этом узнает? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Театральная премия «Золотая маска» – важный рубеж для любого театра страны и даже попасть в номинацию уже достижение и признание высокого уровня деятельности. В этом году номинантами премии стали два рязанских театра «Кукол» и «Драмы». Театр драмы стал номинантом впервые в своей истории. Спектакль «Пиноккио. Переплыть море» появился в репертуаре Рязанского театра драмы в результате творческого взаимодействия с итальянским режиссером Луизой Гуаро. Классика итальянской литературы, поставленная итальянским творцом, открывается для нас, российских зрителей, совершенно по-новому. Мы делали эксперимент. Мы в 2019 году решили, что мы поставим зарубежную классику разных стран, но чтобы постановочные группы были из этих стран. Поэтому у нас был немецкий проект, где был и немецкий художник, и немецкий режиссер. И был спектакль «Пиноккио», где Луиза была режиссером и художник по свету, был тоже из Италии, Пако. Философская притча о поиске духовного пути. Именно в таком ключе можно увидеть произведение, которое в основном принято воспринимать как детскую сказку. «Пиноккио» в сознании русского зрителя вяжется с Буратино, и всем известна интерпретация итальянского фольклора в авторстве Алексея Толстого. Однако первоисточник глубже и серьезнее, и воплотить эту глубину удалось в рамках спектакля «Пиноккио. Переплыть море». Вот каким должен быть театр. Когда ты приходишь в театр не просто повеселиться, отдохнуть, а когда ты уходишь со спектакля с размышлениями, с какой-то новой философией. Это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Шесть актеров, минимум бутафории, полгода напряженной работы над постановкой. И в репертуаре театра драмы появился спектакль, который не оставит равнодушным ценителей настоящего театрального искусства. Итоги премии «Золотая маска-2021» подведут в апреле, когда объявят лауреатов, но даже попасть в номинацию главной театральной премии – настоящее признание. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все новости вторника. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин